Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях клирик храма Благовещения Престой Богородицы в Сокольниках города Москвы, протеерей Василий Геливан. Батюшка, здравствуйте! Приветствую, Саша! Здравствуйте, дорогие телезрители! Протеерей Василий Геливан родился в 1975 году в городе Хуст Закарпатской области Украины. Обучался на дирижерско-хоровом отделении Брянского училища культуры и в Смоленской духовной семинарии. В 2001 году поступил в Московскую духовную академию, по окончании которой в 2004 году получил степень кандидата богословия. В том же году рукоположен во священнике. Служил в храмах Брянской епархии. В декабре 2006 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви назначен настоятелем храма святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро. В настоящее время отец Василий является клириком храма Благовещения Престой Богородицы в Сокольниках города Москвы. Вместе с супругой, матушкой Екатериной, воспитывает шестерых детей. Отец Василий, очень рад вас видеть, как, я думаю, и большинство наших телезрителей. Но, как правило, телезрители привыкли вас видеть немножечко в другом формате. Вы либо в программе «Беседы с батюшкой» отвечаете на душеполезные вопросы, либо мы с вами беседовали в программе «Актуальный комментарий» на животрепещущие темы сегодняшнего дня. Сегодня хочу я вас открыть с другой стороны для наших телезрителей. Сегодня мы с вами будем говорить о вас лично и о музыке в вашей жизни. Я знаю, что эта страница очень важна для вас, музыкальная. Да, с какого-то времени уже я осознал, что эта часть меня, и это даже по наследству передалось. Я сегодня расскажу про свою дедушку, про своего отца, своих братьев. Так давайте начнем с этого тогда. Я часть этого большого процесса. То есть семья была музыкальной, да? Семья остается музыкальной, да. И я думаю, что, ну просто глубже мне не удалось еще искать, но идет все от моего дедушки по маме. Они с родным братом еще в прошлом веке, в середине прошлого века, имели свой коллектив творческий. А не, ну как, в Закарпатье там народная музыка, инструментальные скрипки, бубен, цимбалы. И вот это вот такое красивое сопровождение всегда было на свадьбах. Даже говорили, если его коллектив будет на свадьбе, то это будет достойный. Барк сильный будет. И имеется в виду, что само веселье и праздник будет хороший. Не знаю, к кем будет сложиться отношение. Нет, нет, речь идет о том, что там будет интересно. Это будет вечер, наполненный эмоциями. Соответственно, если их не будет на свадьбе, то мы и не пойдем туда. Это уже закономерность была такая. Так что вот тогда русины распределялись и на территории современных Закарпатья, и Румынии, отчасти Венгрии, Чехии, Словакии. Но вы рассказывали, что вы чуть ли не за хлебом ходили. Да, у меня мой брат двоюродный, да, за хлебом. Это в Румынию. В Румынии. Да, в Румынии, это вот в Закарпатье. Есть такой Раховский район, он на границе. И действительно, там упрощенный визовый режим, они там легко коммуницируют. Но это потому, что пошли навстречу русинам. Их же просто буквально отрезали таким рощешком пера. Получилось тот же населенный пункт, но на разных берегах этой реки. Грубо говоря, семью могли разделить в так. Да, ну так это все судьба, кажется, она аж метла такая. Но и вот там это все зарождалось. А вы говорите, что папа тоже музыкальный. А папа, видишь, это по маминой линии, да, а еще и по папиной линии. Отец протеерей, он, конечно, музыкальный. И он как-то, ну, как всегда любит так вот за столом посидеть, пообщаться, потому что он спеет украинскую, какую-нибудь старинную такую песню, хоровую, застольную песню. По-моему, калятки, неотъемлемая часть музыкальной культуры с самого детства. А это тоже в Закарпатье, тоже Украина, западная. И там это... А потом мы перенесли это сюда, где мы теперь живем, в Брянске. И вот это с детства, помню, всегда пели калятки. Ну и, само собой, службы самых молодых-молодых ногтей. В храме, на клиросе, там такая баба Оля Манухина, Царствие Ей Небесное, ну, регент, уставщик в одном лице, она прям, ох, как жестко, меня щипало в бок, если я фальшивлю, прям до сих пор помню. Стоишь, поешь, вроде от души все, молишься, там, в 103-й псалом, друг, хватит тебя. Что такое? Понял, да, понял. Вы знаете, у нас есть уникальные кадры, где вы в юности стоите на клиросе. Давайте мы сейчас посмотрим. Вот так. Воскресенье Христово, видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, святенному, предпрежнему, кресту Твоему, поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое, Твое мы славим. Отец Василь, не так давно в соцсетях своих вы процитировали Федора Ивановича Шаляпина. Первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре, писал великий наш Федор Иванович. Скажите, а вот с церковной музыкой вы познакомились в каком возрасте? Да, мне было 8 лет. Папа стал священником, и вся семья переехала в Россию. Это была Орловско-Брянская тогда епархия. Рукоположил его архиепископ Глеб Смирнов сначала диаконом, а впоследствии очень скоро священником. И вот как только он получил уже рукоположение, он получил и указ в свой первый приход. Это была Брянская тогда область, но еще пока единая архиепископия. Там же не только церковное пение, а я еще там прикоснулся к фольклору. Да, именно там, в Голубее, я впервые услышал народные песни. И это была песня, посылала Ваню Мати. Вот бабушка Варя, Варвара, не помню фамилию, вот она пела эту песню. Бабушка-то уже давно в лучшем мире, а песня с нами. Вот так вот бывает. А может быть, мы эту песню исполним? Да, можно, хоть фрагмент могу исполнить. Это народная песня из календарных. В России, на Руси, фольклоре, это один из таких сегментов направления, она не богословская, она не нравственная, или чтобы она призывала к чему-то. Это такая вот жадвенная песня. Помощь в труде. Да, она всегда очень тесно замкнута с временем года. В данном случае речь идет о уборке хлеба. Посылала Ваню Мати, вот ты посылала Ваню Мати, вот чисто поля гулять, вот чисто поля гулять, и вот ты я рабова хлеба жати, а ржанова даже и дать, а ржанова даже и дать, и вот ты, Ваня, жалы, жалы, да и не жалы, всего единственных пок сижал. Всего единственных пок сижал, и вот ты на сударушку заглядел, вот ты себе ручнику повредил, потекла сурьезно кровь, потекла сурьезно кровь. Вот ты недалеку Маша жала, вот искорехоньку подбежала, вот и Ваня рученьку перевязала, перестала кровь идти. Посылала Ваню Мати. Отец Василий, вы сказали, что родились в оцерковленной семье, однако я знаю, что у вас был такой переломный этап в жизни, когда вы осознанно не хотели продолжать дело своего отца. С чем это было связано? Это был какой-то подростковый протест? Наверное, отчасти да. Да, но преимущественно это был испуг перед той нагрузкой, которая была очевидна. Перед обществом? Нет, ну перед семьей, может быть, перед обществом. То есть это видно было, что папы не бывают дома. Жизнь священческая – это очень напряженная жизнь. И это видно было, с какой самодачей отец восстанавливал храмы, собирал общину, выстраивал отношения с миром, с руководством. Эта нагрузка была колоссальная, это было три района, и один только храм на все три района. Дубровский, и Рогнединский, и Жуковский, а храм только троится в селе Голубе. И мы увидели это, и мне не хотелось брать на себя вот такой подвиг. Я знал, что можно проще, можно легче. Да, это было такое. Но потом промысл Божий все равно привел через одного человека, которого я очень уважаю. И она сказала мне, вот Нина Викторовна Кулагина, говорит, много еще фольклористов. Нина Викторовна Кулагина, надо сказать, что это ваш педагог в училище. Это педагог в училище. Как вы попали в училище, давайте сначала разберемся с этим. Вот через эту штуку. Просто играли любые музыку. Опять же, музыка, да, музыка. Вообще, это немножко раньше началось, надо отмотать еще на три года, когда еще после восьмого класса, сейчас бы это было бы девятый, я уже захотел куда-то пойти, но куда-то, не куда-то, а музыкально хотел. Понятия не имел, как это будет делать, то ли с гитарой, то ли с вокалом это будет связано. Но главное, чтобы это была музыка, да. И отец предложил такой вот средний вариант. Давай на регента. То есть это будет уже церковное. Можно будет учиться, да? Да, в Смоленской межреперхиальное духовное училище существало уже. Потом уже вырастет учебное заведение до статуса духовной семинарии. Но тогда, в 91-м, это было еще училище. И я уже сделал свою первую попытку поступить туда. Сдал экзамены, там, собеседования, письменные, устные. И оказалось, что по-гословски я сдал нормально все, годится. И сказали, ты уже, мы можем взять тебя на пастырское отделение. Но на регинское не можем, потому что ты по музыкальным предметам плохо показал себя. Вокал или сольфеджио, или что-то еще. Да и просто я теорию музыки не знал. Ничего. То есть, получается, в семинарии у вас из-за музыки... Брали в семинарии на пастырское, но сказали, на регинское не взяли. Не годишься. А как вы в училище туда попали? Вот юношеский такой задел. Как обидно так стало. Думаю, я же музыкальный, а получается не издал. И я все лето потом сидел, учил теорию музыки, учил очень сильно. Как оказалось, достаточно выучил, чтобы поступить в училище культуры на дежурское хоровое отделение. Вот с Божьей помощью, да, получилось. И так я отказался учиться на пастырском. Это было из принципа. Раз на регинское не берете, значит, ничего не надо. Все ли ничего. И тогда поступил на вот это дежурское хоровое. Нина Викторовна Кулагина. Она замечательный педагог, как человек очень хороший. Она стала для меня примером, и, собственно, поэтому я пришел туда. И вот однажды она сказала, Вась, будет еще фонклориста, будут еще и хористы, но очень мало священников. И люди ждут от тебя слова. И, в общем, с этого начинается мой путь потом. Я в этом же году, не бросая училище культуры, поступил в семинарию. И какое-то время учился одновременно и там, и тут. И потом уже сосредоточился только на духовном образовании. Получил диплом. Присвоили мне квалификацию. Руководитель самодеятельного хорового коллектива. Дежур хоровик. Ну что, прошу любить и жаловать. Это образование вам помогает? Очень помогло с первых же дней. Как только пришел в семинарию, сразу включился в такой вот музыкальный. Потому что в церкви всегда ценился вокал и будет цениться хоровое пение всегда в православной культуре. Так что уже с первого курса мы поехали с хором. Хор был готов, я просто включился в этот хор. И мы поехали в Германию на большие концерты. И мы там пели и музыкальные, такие светские песни, и сопровождали богослужения. Отец-ректор там пел. Это интересная тема. Этот перелом. Вот когда я шел в духовную семинарию, в моей жизни уже настал такой период неофита. Вот началось. Это все проходит через это. Чем бы человек ни занимался, он вначале должен отвергнуть все ради Христа. Я помню этот день. Я помню этот осенний день, 1 сентября. Мне нужно садиться на дизель-поезд, ехать из Дубровки в Смоленск. И вот уже за несколько минут до отправления этого поезда, уже готового чемодана, я беру в руки гитару и играю какой-то риф. А потом я складываю эту гитару и вспоминаю слова из утренних молитв. «Даш мне, Господи, послужите Тебе, як уже послужих прежде сатане льстивому, наипаче возлюблю Тебя, Господи». То есть вот такое категоричное отношение ко всему музыкальному, светскому, к гитаре. Вот категорично. Нет, и все это греховно, и теперь у меня новая жизнь. И вот в этом состоянии дизель-поезд привез меня в Смоленск. Смоленск. Это был 1 или 2 сентября, когда я сидел, уже читал свои первые странички в конспектах, и слышу там, за стеной, мучат ее. Она воет. Она расстроенная. И мучат не только ее, мучат и мои уши тоже. И я сижу и с собой начинаю говорить, ну, пойди, помоги им, покрути колки раз-два, и все, и уходи. Пусть только Аня на настроенной гитаре играет. Нет, нет, ну ты же сказал, что ты не будешь играть. Такое барение внутри, да. Ты же сказал, что все, это грех. Да, но никто не будет грешить. Ты же идешь, чтобы людям настроить гитару. Мочь, наоборот, да. Да, точно так же, как когда-то, когда-то, я не знаю, сколько лет тому назад, еще было в Алсуфьево. Я иду через поле, туда еще через проселок, в воинскую часть, на КПП. Я иду, чтобы вот тот дежурный солдатик настроил мою гитару. А потом я вернусь домой и буду уже играть до следующего раза, пока она расстроится. Я пришел, он настроил, я говорю, а теперь спой. Я знаю, что так и будет, но что-то все-таки не дает мне слушать вот это вот. Вот, хорошо. Я уже подошел, постучался. Кто там? Говорю, вот я хочу вам помочь гитару настроить. А, ты умеешь настроить, давай. Я быстро им настроил, повернулся уходить. Говорит, подожди, теперь спой. Ну, куда же тут денешься, старшеклассники просят. Я спел как-то одну-вторую песню и ушел действительно. А утром меня вызвали в кабинет ректора. Вы представляете себе состояние, да? Первокурсник. И на ковер, туда-наверх. И вот я стою с дрожащими коленями, а ректор говорит, я слышал, что ты играешь и поешь. Да? Да. Ну, сыграй и для меня тоже что-нибудь. Я не помню, я что-то спел. Он говорит, вот, вот это то, что надо. А через несколько дней нашлись хорошие, хорошие деньги. И семинария приобрела хорошую гитару. Дорогую, качественную, ручной работы гитару. И вот с этой гитарой мы стали ездить по гастролям. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Годы были 90-е, годы были голодные. Вы подыгрывали или вы пели? Мы сколотили целый народный хор. Ага. Да. И у этого хора были руководители. Замечательный смоленский музыкант Татьяна Федосова. У нее свой фольклорный коллектив. Та осень, кажется, называется. И вот ее пригласили, чтобы она теоретически нас подковала. И она была нашим таким художественным руководителем. С ней мы обсуждали репертуар, предлагали отцу ректору. Потом она делала хоровые партитуры. Мы это перекладывали, изучали. И, собственно говоря, уже пели. И это пользовалось успехом. Но я знаю, я читал, что мечта ваша была петь в Троице-Сергио-Лавре, в коллективе отца Матфея. Да, это замечательно. И эта мечта осуществилась. Да, да. Я помню, как я сижу с митрополитом, ныне святейшим патриархом Кириллом. Он руководитель Смоленской епархии, епархиальный архиерей. И вот он говорит, Василий, оставайся здесь, в Смоленской семинарии. Будешь регентом и учителем церковного пения. А я говорю, не, я хочу в Москву, в Лавру. Зачем? Я хочу петь у отца Матфея Мармыля. И владыка так удивился тогда, но благословил меня. Да, раз я хочу, то надо. И действительно, потом началось. Отец Матфей сразу дал мне управлять хором по будням. И вот этот состав, когда нет отца Матфея в качестве регента, когда Василий Геливан, он называл этот состав базилиане. Отца Матфея вообще всегда было хорошо. В честь Василия, да? Да, в честь Василия. Базилиане, говорит, сейчас базилиане поет. И так это мне нравилось. Он одновременно батя, очень тонкий человек, гениальный, безусловно, неповторимый. И вот вошел в мою жизнь. Я именно из-за него пришел в Лавру. И именно из-за него поступил в Духовную Академию, потом вернулся. Потому что я когда-то пытался поступить в семинарию, не получилось. Я в Москву не поступил, и мы приехали снова в Смоленск. А потом, видишь, получается, в Смоленск со второго раза. И в Лавру тоже со второго раза. Ну, так вот Господь ведет. Отец Василий, у Вас достаточно много интересных событий в жизни, о которых я предлагаю поговорить в следующем выпуске программы. А прямо сейчас давайте мы закончим этот выпуск каким-нибудь музыкальным подарком. Ну да, поскольку сейчас такое время духовного напряжения, я очень хочу спеть что-то вот из репертуара отца Романа, и романаха Романа Матюшина. Очень хорошо всем известную песню. И люблю, если есть такая возможность, чтобы подпевали мне. Поэтому, друзья, если есть желание, давайте с вами вместе споем песню «Родник». «Родник». Если тебя неудача постигла, Если не в силах разбеет тоску. Осенью мягкой, Осенью тихой, Выйди скорее к моему роднику. Роднику осенью мягкой, Осенью тихой, Выйди скорее к моему роднику. За родником белый храм, Кладбище старое, Этот забытый край. Русь нам оставила, Если глаза затуманились влагой, Из родника поплещи на глаза. Можешь поплакать, Спокойно поплакать, Кто разберет, Где вода, Где слеза. Можешь поплакать, Спокойно поплакать, Кто разберет, Где вода, Где слеза. За родником, белый храм, кладбище старое, Это забытый край, Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, У горизонта растаял их крик. Если ты болен, прикован к постели, То пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, То пусть тебе снится целебный родник. За родником, кладбище старое, Этот забытый край, Русь нам оставила. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok